Сегодня пленарное заседание Доверие избирателей к избирательной системе падает И они просто не ходят Да на вас к чертовой матери Что туда ходить все равно нарисуете Вот один мы Компартия Российской Федерации Внесли ряд законопроектов Которые бы повысили Доверие к избирательной системе Российской Федерации Один из законов это КАИБы и Проверка А та ли программа заложена в этих КАИБах Что такое КАИБ это железка Которая начинала программа И какая программа там начинка составила Никто не знает Вот мы уже несколько раз подходили к этой Значит проблеме И говорили чтобы народ Избиратель доверял этому ящику КАИБу Надо чтобы после проведения Выборов и голосования Когда протоколы результатов Из этого ящика вытащили Сделать случайную Выборку Случайную выборку 5-10 процентов В зависимости от решения И вручную пересчитать эти бюллетени Пересчитали вручную Сходится Все что по программе И ящик этот выплюнул И вручную все нормально Если не сходится Тогда все выборы перечеркиваем И сажаем тех кто сфальсифицировал Кто написал не ту программу Мы несколько раз уже Давали такие предложения Ноль Значит мы так понимаем Что тогда ни власть Ни администрация Президента Ни Единая Россия Не хотят чтобы доверие К выборам росло В том числе касаясь выборов По вот этим КАИБу Сегодня будет это рассматриваться Будем еще раз убеждать Единую Россию Что это надо сделать Иначе Мы докатимся Тому что На избирательном участке При выборах Президента Российской Федерации Придет три человека Два проголосуют За какого-то кандидата И мы будем иметь Так называемый Президента Российской Федерации Это ерунда Самая настоящая Мы предлагаем Этот закон поддержать 23 марта Под эгидой Комитета по охране здоровья Состоится круглый стол Посвященный льготному По лекарственному обеспечению Депутаты фракции КПРФ Собрали сегодня информацию Практически со всех регионов О состоянии с льготным Лекарственным обеспечением И ситуация Мягко говоря Неудовлетворительная Я говорю о 178 Федеральном законе Это закон о государственной Социальной помощи В соответствии с которым Предоставляется Бесплатное Лекарственное обеспечение Ряду категорий В основном это конечно Инвалиды Ну и к ним относятся еще Ряд категорий ветеранов Соответствующий анализ Показывает что Сегодня Обеспечение Бесплатными Лекарственными Препаратами Финансирование Это обеспечение Едва дотягивает до 50% Мы об этом уже Неоднократно говорили И министру здравоохранения Скворцовой И 15 числа Здесь состоится Соответствующий Правительственный час С участием министра Труда и социального развития Господина Топилина Этот запрос опять будет Поставлен Это Недофинансирование Хроническое В течение многих лет Льготного лекарственного Обеспечения С трудом На сегодня Обеспечивается в полном объеме Больные с сахарным диабетом И еще ряда категорий Заболеваний Которые собственно Без препаратов Просто погибнут В то время как обеспечение Лекарственными препаратами Больных сердечно-сосудистыми Заболеваниями Бронхолегочными Заболеваниями Которые вкладываются Вносят основной вклад В смертность населения Оставляют желать лучшего В лучшем случае Это 20-30% От необходимой потребности Органами Управления Здравоохранения На местах К сожалению предпринимаются Непопулярные меры То есть Потребность существующая Реально Искусственно режется То есть Те заявки Которые приходят От лечебных учреждений Уменьшаются в 2-2,5 раза Соответственно Люди просто не могут Воспользоваться Современным Лекарственными препаратами А именно Современное лечение Является сегодня Той основой Которая позволяет Улучшать демографические Показатели Которая позволяет Улучшать качество жизни Ну и собственно Увеличивать продолжительность Этой самой жизни Фактически Сегодня мы пришли К тому Чего уходили в 2004 году Когда принимали 122 закон Когда у людей Есть право На получение Бесплатных препаратов Но к сожалению Это право Реализовать невозможно В нашем распоряжении Находятся сотни исков Которые предъявлены Самими льготниками И которые предъявлены Органами прокуратуры В защите их прав Которые обязывают Соответствующие Органы управления Здравоохранением регионов Обеспечить Этими лекарствами Необходимыми лекарствами Инвалидов В основном Это группа инвалидов В судебном порядке Практически все из них удовлетворены Удовлетворены Однако Ситуация с финансированием Не меняется Есть судебные решения Но К сожалению Воспользоваться Вот этим путем Достаточно сложным И ответственным могут Сотни тысяч людей А страдают В итоге Десятки тысяч И даже миллионы Сегодня у нас 12 миллионов инвалидов Из них Порядка 20% Имеют право На льготное лекарственное обеспечение Их права Грубо нарушаются Из-за того что Фактически На федеральном уровне Происходит Недофинансирование Повторяю В два раза Недофинансируется Эта строка Этот вопрос Еще раз будет обсужден 15 числа На правительственном части И соответственно 23 числа Мы приглашаем всех На круглый стол Который пройдет При комитете по охране здоровья Проблема очень важна Проблема важна Для всей страны И повторяю Она напрямую Сегодня Отражается И на качестве жизни И на продолжительности жизни И соответственно На демографических показателях По которым увы На сегодня Российская Федерация Не находится в числе Передовых стран мира Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова